Всем привет! Я Алексей Макаренков, вы на канале 4GAME, и сегодня мы детально поговорим про Ubisoft. В 2019 году дела у юбиков шли, мягко говоря, не очень. Провалы проектов, переносы игр, поэтому приход нового 2020 года компания праздновала с таким большим облегчением. В духе, наконец, этот ужасный 2019 закончился, и вот теперь-то уж точно всё будет хорошо. Самое время посмотреть, как у них идут дела. Краткий спойлер, не айс. Сегодня мы и обсудим, могут ли недавние скандалы с домогательствами превратиться для компании в настоящую катастрофу. Разберём презентацию Ubisoft Forward, но поскольку вы сами её уже, скорее всего, видели, рассмотрим только наиболее интересные моменты, которые зацепили внимание и заставили задуматься. А под конец выясним, что там с пиратским экшеном Scow and Bones, он вообще когда-нибудь выйдет или уже всё можно хоронить. Поехали! Помните, недавно мы говорили о скандале с домогательствами? Сначала думали, что компания спустит всё на тормозах, отправит провинившихся в отпуск, скажет пару правильных слов и на этом закончит. Но всё начало развиваться по совсем другому сценарию. Прямо сейчас в Ubisoft происходит настоящая внутренняя катастрофа. Компания отстраняет от работы собственное руководство и назначает новое. И самая шокирующая отставка — это Серж Хаскоид. Если Евгеймо является президентом и главным менеджером, то Хаскоид — это главный разработчик, заведующий всеми проектами сразу. Он, по сути, главный продюсер и основная креативная сила, направляющая развитие проектов Ubisoft. Все считали его совершенно неприкасаемым, и внезапно оказалось, что это не так. Также свои посты потеряли два помощника Хаскоида — вице-президенты Томми Франсуа и Максим Беланд. Тоже ключевые люди, занимающиеся непосредственно управлением разработкой игр. В их отношении запущено внутреннее расследование, которое ведут сторонние юридические фирмы. Беланд не стал дождаться итогов расследования и ушёл из компании по собственному желанию. Кроме того, работу потерял Янис Малат, управляющий директор канадских студий. Основная часть разработчиков Ubisoft труится как раз в Канаде. Там и жизнь дешевле, и поблажки по налогам дают. И, кстати, под нож идут не только мужики. Главный кадровик компании с Силькорна тоже ушла. История в целом там действительно очень мутная. Напортачили все эти ребята порядочно. Но нас интересует ситуация вот с позиции бизнеса и будущего Ubisoft. И кто-то скажет, ну ушли и отлично. Может, без них даже лучше станет. Перестанут, наконец, на конвейере одинаковые игры клепать. И тут действительно можно вспомнить, что в последнее время дела у Ubisoft идут не очень. Из-за провала в прошлом году издателю пришлось серьёзно пересмотреть свой подход к разработке и перенести выход сразу нескольких игр. Но стоит учесть ряд важных моментов. Во-первых, проблемы у них были только с играми-сервисами. За Division 2 и Breakpoint. Во-вторых, эти проблемы они достаточно оперативно решают. Division получил нормальное обновление весной, а в Breakpoint скоро добавят ботов-напарников, которых игроки давно просили. Это не решает проблем с играми полностью, но компания как минимум старалась. И есть ещё в-третьих. С одиночными играми у Юбиков с точки зрения денег всё как раз-таки нормально. Да, многим они не нравятся. Я сам не в восторге от того, куда они начали двигать ассасинов. Но всё равно, у Ubisoft есть очень большая аудитория, которая наигрывает десятки и сотни часов, и которых всё устраивает. Они обеспечивают сюжетным играм от Юбика отличные продажи. За последние 7 лет практически все блокбастеры от Ubisoft взяли планку в 10 миллионов проданных копий. А это, между прочим, 11 игр. Из ассасинов это Unity Origins и Odyssey, плюс обе части The Division, обе части Watch Dogs, 4 и 5 Far Cry, Rainbow Six Siege и даже, казалось бы, не слишком успешный Ghost Recon Wildlands. То есть конвейер, который вот так сильно ругают, на самом деле прекрасно работает, и из-за этого Ubisoft должна благодарить как раз вот нынешних менеджеров. Но теперь состав руководства разогнан. Ситуация точно та же, что происходит в Rockstar, её мы недавно как раз избирали. И в частности, мы там говорили, что чистки среди высшего руководства в итоге могут очень негативно сказаться на работе компании. Потому что внезапно качество игр зависит не только от тысячи рядовых работяг, но во многом и от начальства, которое заставляет коллектив двигаться в нужном направлении. И даже уход одного единственного ключевого работника может серьёзно просадить уровень качества. Это, конечно, не значит, что Хасхоэт, Белланд и прочие это вот как Бензис и Хаузер в Rockstar, но есть весьма серьёзный шанс, что компании вся эта ситуация на пользу не пойдёт. Ну и есть ещё один фактор риска. То, что всё это происходит в 2020 году. А значит, кроме скандалов, компания будет преследовать и другие проблемы. Вот, например, решила она провести презентацию игр. И вдруг, бац, утечка геймплея Assassin's Creed Valhalla. А затем волна ненависти от игроков, потому что всё слишком похоже на Одиссею. А затем ещё и утечка трейлера Far Cry 6 и падение серверов из раздачи Watch Dogs 2. В итоге, вполне себе нормально подготовленное шоу получает кучу дизлайков и негодования в соцсетях. И да, Watch Dogs 2 таки раздали всем, но осадочек у многих всё равно остался. А теперь давайте пройдёмся по основным проектам, которые нам показали. И начнём с королевской битвы HyperScape, по которой уже доступен открытый бета-тест. Её главная особенность — это интеграция с Твичом. Там зрители могут голосовать за то, какие события произойдут на карте и каким образом преподнести игрокам сюрприз. Ну, то есть вы поняли, Юбики сделали игру, в которой главная суть — это оригинальный способ её рекламировать. Расчёт был на то, что Твич для многих игроков сейчас это вот как телевизор, там, для бабушек и дедушек. И если игра не популярна на Твиче, значит она не популярна вообще. И в этом плане задумка, да, достаточно интересная. Вот только помимо этого никаких других крутых фишек у игры по сути нет. И судя по тому же Твичу, у Юбисофт намечается очередной грандиозный провал. Пиковое число зрителей на старте ЗБТ было 450 тысяч человек и 250 тысяч после релиза. Плюс во время ЗБТ интерес очень быстро упал почти до нуля. И это игра, ориентированная на массового игрока. Для сравнения, у Валоранта на старте ЗБТ было более 1 миллиона 750 тысяч зрителей. И огромный интерес на протяжении всей закрытой беты. И, честно говоря, не совсем понятно, чего вообще юбики хотели добиться. Врываться сейчас на рынок онлайновых игр, и особенно бета-роялей, нужно с каким-то чётким планом, понимая, что твоя игра интересна вполне конкретной аудиторией. Условно, есть бесплатный Warzone. И там всё ясно, это бесплатная колда, да ещё и в виде бета-рояля или режима добычи для тех, кто не любит именно бета-рояля. Или Валорант, это конкурент КС от создателей Лальца. А вот как описать хайперспейс? Непонятно ни позиционирования, ни ключевые особенности игры. Хотя вот с другой стороны, Fortnite на старте примерно вот таким же был. Но тогда ситуация на рынке была совершенно другой. В общем, посмотрим, что из всего этого получится. Далее Ubisoft показали геймплей Assassin's Creed Valhalla. И с ним тоже возникла проблема. После того, как ещё до презентации слили ролик на 30 минут, один из разработчиков заявил, что мы увидели только один цвет радуги. Ну окей, значит на презентации стоило тогда показать и все остальные цвета. Вместо этого мы увидели по сути тот же самый геймплей, из которого просто вырезали все баги и неудобные моменты. И если что, мы тут в редакции не считаем, что игру вот так вот заочно правильно ругать. Как я уже говорил, Ubisoft ориентируется на свою аудиторию. И сейчас многие фанаты в восторге от того, что главный герой сможет приручить котик, чтобы он жил на корабле и ловил крыс. И что его можно будет погладить. То есть там явно вот такая своя атмосфера, которую посторонним не понять. Но в то же время видно, что Ubisoft пытаются заимствовать правильные идеи из других игр. Пытаются привлечь новую аудиторию. Но как многие обратили внимание, Ведьмаковым местами прям очень сильно попахивает. Не то чтобы это плохо, но совсем уж прямые заимствования немножечко удивляют. В общем, посмотрим, что из всего этого получится. Хотя вот насчёт даты релиза можно сказать уже сейчас. 17 ноября это очень плохой вариант. Выпускать вообще что угодно за два дня до выхода Киберпанка, это вот безумство храбрых, поём мы песню. Хотя, может быть, просто Ubisoft уже знает, что Киберпанк снова перенесут. Далее на очереди новый Watch Dogs Legion. Релиз задержали на целый год, и поигравшие говорят, что это заметно. Всё вылезано так, что игру хоть вот завтра можно отправлять в продажу. Но в то же время пишут, что сюжет так себе, да и задания довольно однотипные. Графика при этом, ну, почти пятилетней давности, и даже рейтрейсинг не особо спасает положение. Так, чем же студия вот весь этот год занималась? Как оказалось, они дорабатывали главную особенность игры — возможность вербовки любого прохожего. Систему прям серьёзно улучшили, и вот сгенерированные персонажи стали такими более реалистичными и интересными. У них появилось больше уникальных особенностей. Например, строитель может попасть на любую стройку или вызвать грузовой дрон и летать на нём по всему городу. А ещё разработчики добавили возможность устраивать массовые беспорядки. В целом, Watch Dogs Legion — это интересный, но достаточно бюджетный для ААА-проектовый эксперимент. Попытка сделать песочницу без особого сюжета, где тебя никто не развлекает, но где есть куча возможностей и развлечься самостоятельно. Серия для Ubisoft явно не самая важная, поэтому она не боится использовать её для тестирования новых идей. А вот Far Cry — это совсем другое дело. Её важность сейчас, возможно, даже выше, чем у Assassin's Creed. Да, у Assassin's Creed, конечно, продажи почти в три раза выше, там 140 миллионов против 50, но там и игр вышло сильно больше. А главное, у Assassin's Creed есть проблемы, из-за чего, собственно, серию и начали менять. А Far Cry 5 на старте продался в два раза больше, чем Far Cry 4. Поэтому довольно удивительно слышать заявление Ubisoft, что они решили серьёзно прям изменить подход к игре. Да, возможно, это опять маркетинговый трёп, но вот судите сами. Впервые в серии на карте будет большой город и появится городской геймплей. Во-вторых, главный герой — не приезжий, который мочит местных бандитов, а революционер, действующий против полиции и силовиков. И ещё говорят, что тактика тоже полностью поменяется, и вот вариант сделать лицо кирпичом и вынести вообще всех будет встречаться куда реже. Ну и главный сюжетный фильм. На этот раз мы будем играть за плохих парней, как бы против хороших. Напомню, что отца Кастильо, бывшего правителя, объявляют диктатором и убивают. После этого страна превращается в такую форменную помойку. Кастильо прям положил жизнь, чтобы стать законно избранным президентом и навести порядок. Но как только он этого добивается и начинает закручивать гайки, чтобы прекратить хаос, его объявляют диктатором и в стране начинается революция. То есть кому-то очень нужно, чтобы хаос сохранился, и страна оставалась нищей. И, кстати, сценаристы Ubisoft даже указывают прям конкретного виновника всех бед, говоря, что страна все эти десятилетия находилась под санкциями иностранных государств. После чего игрокам предлагают поучаствовать в этой самой революции и помешать правительству навести в стране порядок. На такой завязке можно было бы сделать очень интересные сюжетные повороты, например, дать игроку выбор, на чью сторону встать. Я очень сильно надеюсь, что Ubisoft так и сделает, а не пойдет вот по самому легкому пути. Но, конечно, учитывая, что политическая цензура в играх не дремлет, шансов на это немного. И остается последний вопрос. Куда же делся пиратский экшен Skull & Bones? Игру анонсировали еще три года назад, делали-делали, и похоже, что в итоге решили начать делать заново. Поступила информация, что теперь Skull & Bones хотят превратить в бесплатную игру сервис, причем в новой концепции чувствуется сильное влияние Fortnite. В частности, в игру хотят добавить такие же глобальные события, в которых смогут поучаствовать все игроки разом. Плюс команда сменила руководителей, но вот с нынешним скандалом это, судя по всему, никак не связано. Когда теперь выйдет игра, совершенно не ясно, но в следующем году, судя по всему, можно не ждать, и в целом нас теперь будут готовить к тому, что Skull & Bones это уже совершенно другой проект. Спасибо большое за просмотр! Пишите комментарии, какие игры Ubisoft вы ждете, ставьте лайки, если видео понравилось. Без ваших лайков количество новых подписчиков у нас растет очень-очень медленно, так что помогайте! Ну и на сегодня это все! До встречи в новых видео! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!